Здравствуйте! На библейский портал Экзекет поступил вопрос, очень актуальный для летнего времени, для времени экзаменов в школах, в вузах. Вопрос, надоели сплошные экзамены, зачем это всё? Но некоторый такой крик души, и можно было бы, конечно, от него отмахнуться, но на самом деле мы в любом нашем затруднении, в любом волнении можем в священном писании ответ для себя найти. Прежде всего, Господь берёт и в Евангелии от Марка говорит, «И подозвав народ с учениками своими, сказал им». Тут очень важное разделение, что он подозвал и народ отдельно, и учеников своих. То есть он обращается как к тем, кто, правда, решил следовать за Христом, так и те люди, которые, ну, просто некоторые случайные попутчики, которые вроде и себя христианами не считают, учениками спасителей не считают, поэтому этот ответ универсальный. Он пригодится даже тем людям, которые далеки от Христа, потому что всё, что он советует, всё помогает и остальным. И Христос говорит, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь говорит, я путь истинной жизни. В принципе, вот даже мы сдаём какие-то экзамены, например, надо сдавать экзамен в УЗИ по какому-то непрофильному предмету. То есть ты учишь какие-то, естественно, научные дисциплины, и тебе они интересны, но при этом тебе надо какую-то сопутствующую гуманитарную дисциплину сдать, чтобы показать, что ты гуманитарным знанием владеешь. Или наоборот, ты на гуманитарном направлении тоже сложный такой предмет для гуманитариев, помню, концепции современного естествознания. Прежде всего сложный не глубиной, потому что очень-очень много охватывает, и ты тоже вроде думаешь, ну зачем это, это же не мой профиль. И уж тем более для школьников, которые выбирают, сдают единый государственный экзамен, им нужны какие-то баллы, чтобы поступить в УЗ, а тем не менее, там, например, баллы уже по каким-то непрофильным экзаменам, по обязательным, кому-то математика, например, не нужна. Ну не принимает у тебя ВУЗ, а все равно тебе как выпускной ее сдавать надо. Кажется, вот зачем все это? В принципе, любое испытание, любая сложность, которую мы преодолеваем, она приближает к нас Богу. Любая сложность, которую мы преодолеваем не ради своего тщеславия, не ради какой-то своей пользы, а потому что это, наоборот, некоторое препятствие на пути к пользе. Если бы, например, фарисеи не мешали проповедовать Христа, если бы они не возмущали народ, если бы они не брали и не приучали народ к простому обряду исполнительству, то, может, Господу было бы легче проповедовать. Но Господь пришел в этот мир и не всех сразил, не явил легионы ангелов, чтобы все люди поразились и все, слушали Христа, ни на что другое не отвлекаясь. Нет, Господь сохраняет нашу свободу, в том числе и свобода не преодолевать. Иногда эту свободу нам Господь чуть-чуть ограничивает для нашей пользы. То есть, конечно, ты можешь отказаться, например, от ЕГЭ, но тогда тебе не выдадут диплом, и уже на какие-то работы даже низкооплачиваемые тоже не получится устроиться. Или ты, конечно, можешь отказаться от сдачи какого-то экзамена, который тебе не нужен, но все, ты тогда не выпустишься, тоже высшего образования не будет. То есть, тоже выбор остается на какое-то не очень радостное. И Господь очень часто в жизни нас подгоняет в какие-то такие точки, которые нам кажутся, ой, зачем мне это все, а потом уже проживаешь, смотришь на прожитую жизнь и думаешь, как хорошо, что я это преодолел, как легко теперь. Пока ты подросток в школе, пока ты представитель молодежи в УЗИ, это, может, не настолько понятно. И, может, даже потом, спустя годы думаешь, ну, зачем на это все силы тратил. Ну, да, может, обидно за потраченные силы. И да, по гордости, может, кажется, я бы их смог направить на что-то другое, более полезное. Но Господь лучше знает запрас нашей прочности. И, скорее всего, раз Он это дал нам перенести, что если бы не было этого, то мы, наоборот, бы эти силы потратили не на дело, а потратили бы впустую. Поэтому Господу надо доверять. Доверять, следовать за Ним, преодолевать трудности. И в конце, конечно, будет жизнь вечная. И жизнь вечная, которая уже начинается с той пользы, которую мы можем, уже преодолевая следующей, куда более сложной, куда более волнительной, куда более влияющая на жизнь свою, своей семьи и окружающих, трудности в возрошлой жизни, работы, взаимоотношения с ближними. И когда эти трудности будешь преодолевать, даже если тебе не пригодятся знания, которые ты на экзамене демонстрировал, которые ты к экзамену готовил, тебе пригодится тот опыт. Опыт несения креста за Христом сквозь экзамены, опыт преодолевания трудностей, опыт собраться, сделать что-то и получить от Господа награду. Продолжение следует...